Большинство людей, за редким исключением, мечтают о продолжении своего рода. Но одним, как говорят в народе, Бог даёт много детей, других же оставляет с неосуществлённой мечтой о рождении наследника. Почему же так происходит? Правда ли то, что дети сами выбирают себе родителей? И кто из малышей, девочки или мальчики являются продолжением рода? Давайте сегодня за чашечкой вашего и моего любимого кофе разберёмся в этих вопросах. Дети – наше счастье, наш смысл жизни и наше продолжение. Кто же не вглядывался в личико новорожденного, пытаясь понять, чьи черты унаследовал малыш? Кто не удивлялся, как сын или дочь смогли перенять характер, привычки, походку или мимику родителя? Но, думаю, мало кто задумывался, какую судьбу и какие грехи или, наоборот, благодеяния рода мы передаём своим детям. И чьего рода – матери или отца? Или обоих родителей? Я, как жрица культа предков, знаю ответы на эти вопросы и готова поделиться ими прямо сейчас. Как обычно, я расскажу вам историю, произошедшую в моей практике. Знаете, как говорят, сказка ложь, да в ней намёк. Добрым молодцам урок. Только я рассказываю вам не сказки и не намекаю, а говорю прямо и честно. 32-летняя Евгения пришла ко мне на приём с очень распространённой проблемой. У девушки никак не получалось забеременеть. Они с мужем Денисом неоднократно в разных клиниках прошли тщательное обследование, которое не выявили у пары абсолютно никаких патологий. С совместимостью у супругов тоже было вроде всё в порядке. То есть они оба могли и должны были бы иметь детей. Но зачатия не происходило. Единственная попытка ЭКО тоже не увенчалась успехом. Зародыш просто не прижился. Врачи разводили руками и советовали просто ждать. Мол, видимо, ещё не время. Но годы шли, и это время никак не наступало. Отношения между Женей и Денисом стали портиться. Мужчина не хотел, чтобы из-за бездетности их пары пришёл конец его роду. И это было, в принципе, для него нормальным аргументом. Наши предки подметили, что беременность наступала достаточно быстро, если женщина садилась на место, где до неё находилась будущая мама. А случайно оказавшийся на столе лишний столовый прибор считался признаком скорого прибавления в семействе. Продолжателями рода становятся родившиеся в семье мальчики. Девочки же вырастая вступают в брак и добавляют, и замешивают, смешивают энергию своего рода с энергией и кармой рода своего супруга. Недаром же говорят, что женщина выходит замуж, то есть идёт за мужем, то есть она идёт в его род. И не просто так. Испокон веков повелось, что именно с жена, а не муж меняет свою фамилию. Поэтому рождение в семье только девочек прекращает фамилию рода, а полное отсутствие детей вполне может являться признаком прекращения рода вообще. Причин, по которым народ высшими силами накладывается некая печать вырождения, может быть несколько. Но чаще всего это происходит, если кто-то из предков совершил очень серьёзное преступление против человека. Убил или нанёс непоправимый вред. Также род перестаёт существовать, если потомки отреклись от него. Крайне негативно отзываются о своих предках или вовсе о них забыли. Конечно, печать закрытия рода не единственная причина бездетности. Виной тому могут быть как проклятие и порча, наложенные на одного конкретного человека, или на несколько поколений. Так и иные кармические программы супругов и накопленные годами какие-то негативные эмоции женщины по отношению к себе и к другим. Слышали же вы наверняка такие истории, когда супруги, так и не заимев детей в своём браке, мирно расходятся и достаточно быстро обзаводятся потомством в совершенно новых семьях. Значит, высшие силы свели этих людей вместе не для продолжения рода, а для того, чтобы научить их прощать и расставаться без скандалов и грязи. Или бывает, что как только бездетный муж с женой усыновляют малыша, как сама собой наступает долгожданная беременность. В этом случае именно факт усыновления снимает эту негативную программу с человека. И ничего в этой жизни не бывает просто так. Вы должны помнить про это всегда. За каждый поступок или проступок последует награда или наказание. Но давайте вернёмся к истории Евгении, которая пришла ко мне, чтобы выяснить причину, по которой они с мужем Денисом никак не могли завести детей. Прежде всего мне нужно было посмотреть на род женщины. Ведь пока в семье не родился малыш, оба рода, и Дениса, и Женя, существовали по отдельности. Не смешанные в общую кровь. Я разложила свои карты Таро Райдес и сразу увидела то, что, впрочем, и ожидала увидеть. На роду Евгении была печать закрытия рода. Я уже говорила, что причина для вырождения рода должна быть очень веской, очень серьёзной. Такой, например, как убийство. И прабабушка, и бабушка мои клиентки взяли на душу этот грех. Они убили своих детей. Тех детей, которые могли у них родиться. Ведь аборт, по каким бы причинам он не был бы сделан, это однозначно преступление против души. Наказание за содеянное понесут не только виновники, но и члены рода нескольких последующих поколений. В народе говорят, что дети не отвечают за грехи своих отцов. Да, возможно, и не отвечают. Но расплачиваются – это точно. Душа человека, готовая к перерождению, долго и тщательно выбирает свою судьбу. И время, чтобы появиться в определённой семье. И выбирает, к примеру, в матери женщину, которой суждено иметь двоих детей. Но женщина эта не готова или не хочет по каким-то причинам иметь ребёнка. И она уничтожает его судьбу, внося заодно корректировки и в свою собственную. Нерождённая душа, образно говоря, теряет своё место в жизни. Но она по-прежнему очень хочет занять его. Поэтому, когда следующая душа готова переродиться, и родители готовы её принять, нерождённая душа мешает появлению следующей. Справедливо считая, это место своим. И иногда это место очень надолго, если не навсегда остаётся незанятым. Убивая нерождённого ребёнка, вы совершаете потенциальное убийство его будущих потомков – ваших внуков и правнуков. Именно поэтому за этот грех будут расплачиваться в дальнейшем и ваши появившиеся на свет наследники. Подумайте об этих последствиях и том количестве пострадавших, вызванных одним чудовищным поступком. Нет ничего важнее семьи и детей. Счастье не может быть в тягости. Откройте ему сердце и душу. Примите ребёнка как дар и как благо. И не лишайте себя этого добровольма. Нравятся мои истории? Тогда ставим лайк и подписываемся на мой канал. Моя клиентка Евгения никак не могла забеременеть, поэтому пришла ко мне на консультацию. И я с помощью своих карт Таро, Таро Райдос, смогла определить причину. Из-за сделанных прабабушкой и бабушкой в своё время абортов рот Жени должен был закончить своё существование. Конечно, не во всех случаях, когда женщины решают избавиться от нерождённого ещё ребёнка, высшие силы закрывают рот. Это действительно не всегда так. Наказание за это преступление бывает абсолютно разным. Но бывает всегда. Карма человека имеет некую особенность. Расплата наступает не моментально, а через какое-то время. Человеку кажется, что злодеяние забыто. Никак не аукнулось, но всегда, абсолютно всегда наступает момент, когда в голове сам собой рождается вопрос. За что? И ответ будет известен. В Жениной ситуации в рождении рода я видела однозначно. Ещё одним подтверждением этого была старшая сестра Евгения, которая, как я чувствовала, тоже вообще не могла иметь детей. И я, конечно же, сообщила Жене эту неприятную весть о её роде и привела в доказательство все аргументы, которые у меня были. Но молодая женщина посмотрела на меня крайне так подозрительно и сообщила, что она единственный ребёнок в семье, и никакой сестры у неё нет и никогда ей не было. Я крайне редко сомневаюсь в собственных ощущениях и в раскладе, которые дают мне мои карты. Но Женя так горячо спорила со мной, что я для её успокоения согласилась провести дополнительный ритуал, для которого мне была нужна фотография или абсолютно любая вещь её мамы. К моему ужасу Женя достала из сумки мамину шапку. Оказалось, что, когда дочь забегала проведать родителей, заботливая любовь Георгиевна настояла на том, чтобы её дочка утеплилась и отдала ей свою шапку. Ни в коем случае не носите чужих шапок. Они, кстати, способны передать энергетику болезни и мысли её хозяина. Причём чаще всего негативные, те, которые пугают и не дают покоя. Терять шапку, по мнению наших предков, не очень хорошая примета. Семейные люди в этом случае непременно столкнутся с изменой. А молодая девушка, обронившая где-то свой головной убор, на ближайшие пару лет останется одна. Итак, для подтверждения своих ощущений я взяла в руки эту шапку, принадлежащую маме, моей клиентке Евгении. Головные уборы – отличные проводники энергии, поэтому я легко и безошибочно смогла определить, что Любовь Георгиевна рожала дважды. И оба раза – девчонок. И обе они были в мире живых. Я смогла увидеть день, когда на свет появилась старшая сестра Жени. Роды были сложными, затяжными. И девочка родилась с тяжёлым, неизлечимым заболеванием. И очень быстро после рождения Любовь Георгиевна написала отказ от дочери и приложила максимум усилий, чтобы забыть о своей малышке. В Жениной семье никогда не вспоминали и не говорили об этом случае. Бытует мнение, что больной ребёнок даётся в наказание родителям за какие-то их грехи и за какие-то их проступки. Я уже рассказывала сегодня, что душа сама выбирает для перерождения свою родовую систему, в которую она приходит. И только очень сильная, зрелая душа может выбрать нездоровое тело. И это не просто так. Такой особенный ребёнок приходит в семью, чтобы объяснить что-то родителям, научить их чему-то важному, тому, что они ещё не поняли. Это не наказание, а скорее способ вразумления для взрослых. Это учитель, учитель любви для тех, кого уже невозможно изменить другими способами. И дети являются слабыми и наиболее уязвимым местом каждого человека. И поэтому любая проблема или несчастье, случившееся с выстраданным, долгожданным малышом доставляет больше всего душевной боли. А подобные страдания способны изменить родителя, сделать его чище, сделать его лучше. Безусловная любовь матери нужна не только больному ребёнку, но и по сути ей самой. И она способна получить её от такого особенного малыша и от духов её рода. Ведь родители, не предавшие, не отказавшиеся от ребёнка, испугавшись трудностей, а наоборот, окружившие его заботой, теплом и любовью, становятся искупителями грехов своего рода. Таким образом, они усваивают свои уроки и очищают карму рода. Их потомкам уже не придётся расплачиваться за прошлые ошибки. А чистые и крепкие духи рода смогут встать на их защиту и обеспечить счастливую жизнь. А если пришёл особенный ребёнок, то это его судьба и его отработка. Женина мать, Любовь Георгиевна, могла бы стать тем самым искупителем и избавить род от греха детоубийства, совершённого женщинами в её родах. Могла, но вместо этого она совершила страшную, катастрофическую ошибку. Она бросила своего больного ребёнка на произвол судьбы. Поэтому и легла на Женина род печать вырождения рода. И именно поэтому у девушки не получалось забеременеть и родить ребёнка. Шокированная моими словами Женя спросила лишь об одном. Есть ли хоть один шанс как-то исправить эту ситуацию? Ныне живущие, словно эта сердцевина, мишеня. Они окружены своими предками. Ближний круг, потом дальше, дальше и дальше. Родители, бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки. И пра-пра-пра-пра. Но все эти окружности и центр составляют единую картину. То, что в данном случае называется мишень. И вот если молодое поколение совершает очень хороший, практически героический поступок, усыновляет ребёнка или растит тяжело больного малыша, то это непременно отразится на всём роде. Хорошая, добрая, чистая энергия постепенно распространяется, как эта краска, на ближайшее окружение, потом дальше, дальше и дальше. И согласитесь, целиком вся картина уже не выглядит прежней. Прежде чем предпринять какие-либо действия или совершить поступок, дайте себе время подумать. Добро или зло вы в итоге привнесёте в ваш род. Какое энергетическое, кармическое наследие вы оставите вашим потомкам? И какой урок из этой ситуации можете вынести лично вы? помните, что вы не один и решаете не только за себя и для себя. За вами ваш род, впереди будущие поколения. И в ваших руках сделать правильный выбор и уберечь или даже спасти души ваших родных. Евгения была готова абсолютно на всё, чтобы спасти свой род и не дать ему исчезнуть, родив сына. Кстати, я посмотрела и на род Дениса. У мужа Жени в роду не было больших проблем и он должен был быть продолжен. То есть, если бы Женя не родила супругу-наследника, то задача не сложная. Это бы сделала другая женщина. Поэтому мотивация у Евгении была у Гуглу какая. Только профессионал может помочь изменить и очистить корму рода. Только он расскажет вам, как отмолить грех за аборт и что делать дальше. Не пользуйтесь советами из интернета. Не усложняйте и без этого непростую ситуацию, если вы в такую попали. Не делайте хуже лишь из-за желания сэкономить. Но и сам человек способен многое изменить. Прежде всего, с Жене нужно было поговорить о сестре со своей матерью и избавить семью от этих тайн и лжи. Правда, это очень серьезная подспорья на пути лучшей жизни. с Евгением. мы долго и серьезно работали, поэтому все время мы были на связи. Я знаю, что они с мамой приложили немало усилий, чтобы отыскать старшую дочь и сестру. Но совершенно не по-странному для меня стечению обстоятельств больной девочке еще в роддоме дали имя Евгения. Никто не захотел удочерять нездорового ребенка, поэтому всю свою жизнь Женя-старшая провела в детских домах и в интернатах. Любовь Георгиевна и Женя-младшая теперь только налаживают отношения с родным человеком. Пока это все складывается, очень непросто. Но обе женщины готовы приложить все усилия, чтобы их семья восстановилась и стала очень счастливой. И если, девочки, вы меня смотрите, я желаю вам в этом удачи. Евгения также объяснилась и с мужем. Они с Денисом решили, что если в ближайшие пару лет у них так и не получится обзавестись собственным ребенком, то они в итоге усыновят малыша. И именно из того детского дома, куда с Женя теперь ходит как волонтер. Они на правильном пути. И можете мне поверить, я знаю, что в их семье обязательно будет двое детей. Наша жизнь складывается из больших и маленьких поступков, из сложных и простых решений. Но каждый из них, каждый поступок влияет на судьбу целых поколений. Не забывайте об этом. Берегите свою семью, помните о своих предках и заботьтесь уже сейчас о своих потомках. Несите в мир добро и любовь. И я уверена, тогда все непременно будут счастливы. Меня зовут Виктория Райдес, я жрица культа предков. И я собрала для вас самые интересные истории из моей практики. Для того, чтобы вы могли чему-то научиться. Виктория Райдес, Виктория Райдес, 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 Райдес,